Консультации через скайп, общение через электронную приемную, выезды на дом мобильной клиентской службы. Так специалисты пенсионного фонда работают с людьми с ограниченными возможностями. Это лишь малая толика дел в копилке информационного марафона, запущенного фондом накануне прошлого Международного дня инвалидов. Целый год специалисты рассказывали им о новых услугах, помогали защищать свои права, а сегодня подвели итоги информационного марафона. Для чебоксарца Гая Закурякова интернет окно в мир, помогает общаться и получать информацию. Гая с детства ограничен в возможностях. Он охотно пользуется видеосвязью сейчас с отделением пенсионного фонда в Чувашии. Отказавшись от соцпакетов в пользу денег, молодой человек интересуется, сколько составят ежемесячные денежные выплаты. Да, действительно у нас зарегистрирован ваш отказ от полного набора социальных услуг на 2014 год. Стоимость соцпакета у нас в настоящее время для всех категорий федеральных льготников, в том числе и для вас, составляет 839 рублей 65 копеек. Консультации по скайпу отделение ведется этого года, а новые услуги рассказывают во время информационного марафона. Специалисты выходят на связь по будням с часу до четырех дня. С начала года мы проконсультировали по видеосвязи 75 человек. У нас уже появились постоянные клиенты. Многие оценили преимущество такого консультирования, при котором есть прямая связь со специалистом и можно решить вопросы, не выходя из дома. Альтернатива тронная приемная. Она на сайте пенсионного фонда. Или мобильная клиентская служба, которая выезжает на дом. Есть еще телефоны горячих линий, консультационные пункты на базе общественных организаций инвалидов. В ходе марафона задействованы все каналы связи. Специалисты информируют и об увеличении индексации пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы. Сейчас они получают 8 861 рубль. И о ежемесячных компенсационных выплатах их родителям и опекунам в 5 500 рублей и о многом другом. С учетом всех выплат, в среднем инвалид у нас получает в республике 10 588, это еще можно сказать 10 600 рублей. Инвалиды следствия военной травмы со всеми выплатами почти получают 29 100 рублей. Участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность, получают более 30 тысяч. Поэтому я считаю, что в части, касающиеся повышения уровня материального обеспечения, максимально проводятся мероприятия в целом на уровне государства. И вот, кроме того же, вы же знаете, инвалид еще получает из республиканского бюджета компенсацию на ежемесячные выплаты на коммунальные услуги. Между тем, помещение фонда адаптируют под людей с ограниченными возможностями. Расширяют дверные проемы, приспосабливают санузлы, устанавливают лестничные подъемники. В планах автоматические. Дооборудование зданий продолжится, заверяют в фонде. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.